Сегодня 12 января, с вами снова я, Настя. Извините, что прошло так много времени с первого видео до нынешнего, непредвиденной ситуации. Первоначально я хотела снять ролик о том, как бронировать билеты на сайтах, таких как SkyScanner, Aviasales, как забронировать авиабилет и также как забронировать гостиницу. Гостиницу как забронировать я вам покажу, а по поводу авиабилетов кое-что изменилось. Так как я бронировала билет на будущую поездку через SkyScanner, произошло кое-что неожиданное. Я купила билет через компанию Evitero. Если вы смотрите новости, вы знаете, что компания прекратила свое действие с 31 числа. Билеты аннулированы, деньги людям не вернули. Все очень сложно. Кому-то восстанавливают авиацентр билеты, кому-то нет. Кому-то уже предлагают деньги. Так как билеты наши, естественно, поддорожали, они стоили вначале 51 тысячу, на данный момент они уже стоят 100 тысяч. Понятное дело, кто нам заплатит такую разницу, кто нам купит такой дорогой билет. Мы сразу подсветившись, купили себе новые билеты. Мы летим уже через Тай-эйрвейс. Купили мы билеты у авиакомпании. Съездили в главный офис, там бумаги подписали. И я решила, что учить вас тому, как вы можете, извините, напороться на обманщиков, я не хочу. Поэтому я решила показать вам сайт, на котором, если вы прилетите в Бангкок и решите куда-то еще полететь, ну или, допустим, прилетели на Хоккейт, хотите еще куда-то слетать, посмотреть, вы можете на данном сайте авиакомпании купить недорогие билеты. Также управление на сайте очень легкое. Есть, конечно, пара нюансов. Там нужно быть очень внимательным с дополнительным сервисом. Там еда, также за багаж провоз, также страховку там вам сразу предложат. Просто это дополнительная стоимость. Итак, будьте умничками, покупайте билеты у авиакомпании, а не у посредников, у контрагентов, как они там называются. Не повторяйте моих ошибок. Итак, смотрим, как забронировать себе билет, если вы прилетели куда-то уже в Азию, либо собираетесь полететь, допустим, как мы. Мы прилетели, собирались лететь в Бангкок в прошлый раз, купили билеты, себе уже забронировали все. И тут мы решили, а почему бы в Малайзию не слетать? И сразу в Москве, зайдя на сайт данной компании, называется она AirAsia, забронировали себе билет до Малайзии-Калампура. Билеты, в принципе, дешевые, я бы сказала. Ну, не прям в тысячу обойдется. Ну, может быть, там порядком 5-7 тысяч, я считаю, это нормально за перелет. Тем более, там лететь сего-то час. Вот. Итак, оставайтесь со мной, смотрите видео о том, как забронировать билет. Итак, мы продолжаем. Я сразу зашла на сайт, по которому я начала вам рассказывать. Это www.airasia.com, сайт авиакомпании, которая предлагает не такие уж и дорогие билеты. Если вы прилетели, допустим, в Бангкок, уже в какой-то там, в Азии, пожалуйста, выбирайте себе билет, либо сразу билет из гостиницы, либо гостиницу вы можете себе найти. Итак, здесь указано, билет туда-обратно, в один конец. Мы выбираем сразу первая строка. А это куда вы можете полететь. Выбираем. Итак, мы, допустим, находимся в Мангоке, Таиланд. Также здесь указано не Суар-Набхуми аэропорт, а Дон Манг. Потому что Суар-Набхуми это для авиакомпаний, скажем так, это International Airport. О, извините. Так, туда прилетают из других стран. И также там в основном летают самолеты компаний, которые дороже. То бишь там билет самый дешевый, наверное, в 2015 найдете. Здесь так эконом-класс, скажем. Итак, выбираем, вылетаем из Мангкока, допустим, мы полетим в Сеул. Почему бы нет? Я хотела бы слетать. Это моя цель на следующий год. Выбираем Сеул. Итак, выбираем дату. Пускай будет 30-го числа. Пускай всего на пару дней, до 5-го числа. Так, выбираем тайский Бат, потому что, ну, мне, по крайней мере, удобнее. Это как один к одному. Вы можете выбрать другую валюту, в принципе, как вам удобно. Так, выбираем пассажиров. У нас два взрослых. И начинаем поиск. Все продано на эти даты. Видите, здесь есть, так как календарик, здесь указаны даты и цена. Вы можете, в принципе, выбрать сами. Вот, допустим, здесь дешевле 31-го вылетаем. Здесь, наверное, будет очень много грузиться. Нет. Вы видите, вы просто видите эти цены, да, 22 тысячи. А все это знаете почему? Потому что это возвратный билет, а этот нет. Ну, типа, гиграфик. Ну, ладно. Пускай будет 15-347. Вылет у нас 16-20. По сути, мы должны прилететь в 8-20. Уже быть в аэропорту Инчхон. Да. И возвращаемся мы. Ох, так тут есть подешевле. Берем 12-е. Ну, 12-е. Второе. За... Ну, ладно, как раз тут пару дней. Выбираем. Видите, нам сразу предлагают более дешевую. О, тут бизнес-класс даже есть. Ну, дороговато. Возьмем дешевенький. Пускай будет так. Это... Ох, нифига. Извините, пожалуйста. Я просто не ожидала, что так выйдет. Видите, 56 тысяч. Давайте выберем что-нибудь попроще. Да, как бы. Это то же самое, что из Москвы до Таиланда долететь. Пускай будет Бангог. До... До, до, до. А, кстати, можно не Бангог. Почему Бангог? Сразу в Хукете летим. Очень даже удобно. Так, я что-то слепая, видимо. Да. Совсем ослепла. Извините. Вот они. Острова тут немножечко отдельно. И все равно я слепая. А, вот. Хукет. Бывает. Итак. Из Хукета, допустим, вот. Видите, все варианты, куда вы можете полететь. Так. Давайте-ка отправимся. Куда нам полететь? Ну, допускай будет на острова. Ага. Что-то как-то мало. Я ожидала большего. Ладно. Пускай это будет Малайзио, Калампур. В принципе, я летала. Выберем 4 дня. Пусть 28-го. По, допустим, 2-го. 2-го возвращаемся. Так. Во взрослых еще раз. Цена, кстати, так. Средние, в принципе, 20 тысяч. Можно найти. Так, все грузят. Итак. На сразу здесь самый дешевенький билет. Также, опять видите, можно выбрать. 1590 промо. Почему бы нет? Я согласна. Тут тоже нам сразу дешево предлагается. Видите, мы можем выбрать даже подешевле. Давайте вот это возьмем. Так. Там должно быть. Вот. 2 тысячи. Все нормально. 2 тысячи 240. Выбрали. Нажимаем Continual. Здесь 7 660. Запоминаем. Сейчас цена просто. Magic. Все изменится. Хоп. И уже 9 тысяч. А что нам туда включили? Багаж. Тысячу. Такс. Аэропорт. А это, кстати, от аэропорта до, скажем так, полтона значения. Так, полт. Что-то еще там. Итак. Здесь первое вы заполняете о себе. Всю информацию. Какой еще вы не станете? Ну что? Я не буду ничего указывать. Ладно. Просто целый путь немножко сложно. Здесь мистер и мисс. Имя, фамилия, номер телефона. Эмейл. Так. Здесь все хорошо. Best one. Тоже даты. Тьфу, даты. Дата рождения. Паспортные данные. То, что это вы. I'm flying. На кого там контактное лицо. Все указано. Здесь bigshot ID. Это, скажем так, код. Если вы уже пользовались данной услугой, у вас там карточка какая-то. Итак. Начинаем убирая то, что нам тут приписали. Вот эти 500 бат. No thanks. Это за багаж. Я не думаю, что у вас будет больше там 20. А здесь, если выбрать еду, она платная. В принципе, я считаю, это нормальная цена. Но улететь-то вам всего-то час. Потерпеть можно. Так. Здесь же указаны, видите, всякие дополнительные параметры. Ух. Раят какая-то. Это я даже не знаю. Мы не пользовались. Если я нигде, галочки не ставила. Опять нет, спасибо. Нет, спасибо. Оп. И цена такая же. Так. Нажимайте после этого continue. И когда будете указывать, там внимательно. Могут предложить страховку. Ещё там куча всего. Убирайте там, где не надо, галочки. Если вы пользуетесь Google Chrome, он вас автоматически предложит всё это перевести. Нажимайте перевести, если вы не понимаете по-английски. И будет вам счастье. Денежки списываются нормально. Компания хорошая. Летить недолго. Удобные самолёты. Кстати, дизайн у самолётов тоже красивый. Молителенный самолёте, который был расписан. Там был дракон. Было очень классно. Сярты тоже некоторые весёлые. Кто-то посуровее. Непослушных пассажиров иногда наказывают. При нас там просили турков. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, прекратите его уже снимать. Мы вас попросили отключить фотоаппарат. Но нет. Они не слушались. Вот. Бедная стюардесса всё-таки сдалась. Итак. Если вам данная информация была полезна, ставьте пальчики вверх. Переходите дальше уже на следующие видео о том, как забронировать гостиницу. Подписывайтесь на мой канал ещё раз. Спасибо за просмотр. Всем пока.